Садхгуру, вы говорили о том, что зерно должно пройти через боль потери своей безопасности. Простите? Зерно должно пройти через какую боль? Боль потери своей безопасности, своей оболочки. Что зерно должно стать уязвимым, чтобы прорасти. Должны ли искатели проживать свои жизни в таком состоянии чрезвычайной хрупкости и уязвимости? Разве это не слишком сурово по отношению к ним? Делая себя уязвимым, зерно не теряет безопасность. Вся его безопасность в прорастании, росте и приумножении. В этом единственная безопасность. Если вы не знаете, хотя наверняка вы в курсе, но на случай, если все же нет, чем более уязвимым чувствует себя какое-либо общество на планете, тем выше у них рождаемость. Вы знаете это? В более бедных обществах на планете более высокий уровень рождаемости, чем в состоятельных классах, потому что у них есть некая неуверенность в собственном существовании в будущем. Итак, безопасность не в том, чтобы остаться зерном, а в том, чтобы прорастать, расти и приумножаться. Поэтому вы не теряете безопасность, становясь уязвимым или открытым для перемен. Как-то раз один человек сказал своему другу, «Когда-то я был инвалидом». Его друг спросил, «Ты вообще нормальный?» «Что значит, ты был инвалидом?» Нет, во младенчестве я был инвалидом, не мог ходить. Ваше детство или даже до него – это то же самое, что быть зерном. Если бы вы не прорастали и не росли, разве вы были бы в большей безопасности? Вы были бы инвалидом. Я знаю, что в наши дни стало модно заявлять «я как ребенок». Даже так называемые «духовные люди» делают такие заявления. «Я — ребенок». Если вы говорите, что вы ребенок, не думайте, что это какой-то особенный статус. Когда вы говорите, что вы ребенок, вы утверждаете, что не выросли. Допустим, ваше тело, ваше тело выросло, поэтому мы не можем брать его в качестве примера. Допустим, ваш ум остался неизменным с трехлетнего возраста. Только ваше тело стало таким, как сейчас. Как мы должны вас называть? «Я не знаю, но это состояние застоя». Если вы попытаетесь сохранить что-то в стадии застоя, вы точно это потеряете. Единственная безопасность в том, чтобы зерно проросло, чтобы оно росло и процветало. будь то ваше тело, ваш ум или ваша жизнь. Единственная безопасность — дать этому произойти, а не пытаться сохранить зерно. Испытайте это на своем теле и увидите. Многие из вас пробовали, не так ли? Так как вы хотите жить долго, с завтрашнего дня ешьте самую лучшую еду и сохраняйте тело. Не пользуйтесь им. Если хотите, мы предоставим вам гроб. Он вам скоро понадобится. Попробуйте сохранить тело. Нет никакой безопасности в попытке сохранить тело. Жизнь устроена иначе. Единственный способ сохранить его — это использовать. Поэтому я вижу для зерна только один способ, как быть в безопасности — прорасти и стать растением или деревом. Это единственный способ обеспечить безопасность зерна в состоянии застоя. Нет безопасности. Но ваш ум говорит вам обратное. Ваш ум всегда говорит, что зерно в безопасности, потому что обычно оно в твердой оболочке и выглядит более крепким и сохранным. Растение уязвимо. Любое может наступить на него. Любое животное может схватить его и съесть. Но жизнь устроена иначе. Однажды мальчик пришел домой и сказал своему отцу, «Папа, у меня для тебя хорошая новость». Отец спросил, «Что за хорошая новость?» Мальчик ответил, «Ты же знаешь, у меня был тест по математике». Отец сказал, «Да». «И что?» «Ты сказал, что если я пройду тест по математике, ты дашь мне две тысячи рупий». Хорошая новость. Ты сохранил две тысячи рупий. Это не безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok